Ну что ж, добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, в эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, и, как всегда в это время, мы с вами наблюдаем за тем, что происходит на финансовых площадках. Темы сегодня мы таким образом локализовали немножко, поговорим о, ну даже не столько о нефтегазовом секторе, сколько идеи высоких цен на сырье. Но, естественно, да, сейчас основным драйвером или основной причиной формирования этих цен спекулятивная ситуация на Ближнем Востоке. Ну и, помимо всего прочего, посмотрим еще и в другие стороны, что происходит на финансовых рынках и чего нам ждать в ближайшее время. Представляю гостей сегодня в студии «Сухого остатка» Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал». Добрый день, Виталий. И в студии Григорий Бирк, со-директор аналитического отдела «Инвест-кафе». Добрый день, Григорий. Добрый день. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по этому поводу. И, начиная эфир, в 15.07 в Москве смотрим, что происходит сейчас на финансовых рынках. Вчерашние закрытия Америки позитивно полпроцента, почти. S&P 500 и 0,1% Dow Jones, 0,6% Nasdaq. Дальше смотрим, Азия тоже закрылась положительно. Nikkei 0,5% в плюсе, Шанхай 0,2% в плюсе. Европа сегодня снижается, 0,3% теряет FTSE 100. И индикаторы российского рынка, ну, в основном, наверное, можно говорить о том, что они в минусе. ММВБ, по крайней мере, явно в минусе 0,2%. А РТС на нулевой отметке сейчас 1294, его текущая котировка. Рубль сегодня локально укрепляется, да, небольшой отскок после вчерашних максимумов и, я бы даже сказал, обновлений годовых максимумов. Сейчас 33.30 стоит 1 доллар в рублевом эквиваленте. Смотрим на сырье и на Форекс. Ну, собственно, напомню еще, да, основная тема нашей сегодняшней беседы. Это как раз рынки сырьевые, в частности, конечно, это нефть прежде всего. Так вот, достаточно уверенно и высоко стоят ценники на нефтяные фьючерсы. Бренд стоит 113.30, Лайтсвит 107.20, золото, ну, легкую коррекцию показывает. 1400, тем не менее, стоит унция и евро-доллар закрепился чуть ниже 1.32, 31.80, его текущая котировка. Набор голубых фишек, ну, тот набор, по крайней мере, который я ежедневно озвучиваю. Сегодня в основном в красном цвете лидеры падения. 1,5% АвтоВАЗ, Аэрофлот почти 2%, в минусе Ростелеком 1.3% и 2% Русгидро. Минус 0,6% Сбербанк, 0,2% ВТБ и минус процент Сургутнефтегаз. Отскакивает Уралкалий на 1,5% процента, 162 рубля стоит бумага. И еще положительно Роснефть 0,8% прибавляет процента и половина процента МТС. Ну, в целом, все-таки, да, если говорить о российском рынке, динамика такая вяло неуверенная. Туда-сюда скачем, мы и чего-то все время ждем. Очевидно, что из ближайших событий, несмотря, я напомню, кстати, уважаемые слушатели, понедельник мы с вами традиционно говорили, чего ждать в ближайшем, в среднесрочном какой-то перспективе. На этой неделе масса важных событий, да, я имею в виду макроэкономической статистики. И, начиная с пятничной, да, справа налево, если пойдем, с пятничных пейеролсов. Зальше в четверг заседает ЕЦБ, банк Англии, да, на этой неделе банк Японии. Ну, уже озвучил свою позицию банк Австралии. То есть событий-то много, но основное все-таки сейчас, видимо, основное внимание вот на события вокруг Сирии. Так, Виталь, пожалуйста, расскажи, как ты видишь вообще эту картину? Ну, в целом, если говорить про этот месяц, то он обещает быть очень насыщенным на информационные поводы. Это и уже упомянутые события в Сирии. Это и продолжающееся падение поставок нефти из Ливии. Это и ожидаемое очень резкое падение экспорта из Ирака. Кстати, это все, наверное, да, звенья одной цепи? Ну, ладно. Отголоски, скажем так. Может быть, это не прямая цепь, да, когда... Да, но просто эти факторы, они происходят одновременно на очень коротком промежутке времени. Поэтому вот эта их сила влияния, она может быть очень значимой. Это и вот помимо этих всех событий, это и ФРС, это и выборы мэра у нас, и в Германии выборы. То есть информационный фон будет очень интересным. Вот. Очевидно, что сегодня на первом плане Сирия. Но вот, на мой взгляд, все-таки вот одним из главных факторов, которые привели вот к такому всплеску стоимости нефти, это были вот и события в Ливии, Ираке, в Нигерии. В этих странах есть очень большие проблемы с устойчивым предложением нефти. Я так мягко выразился, потому что очень серьезные добыча в Ливии на минимумах с кризиса 11-го года, когда вот эти все были известные события в Ливии. Вот. В Ираке тоже у них там расширение мощности в порту ожидается, поэтому будет снижение экспорта. Вот эти события, они, конечно, определяют фон. Да, если говорить все-таки некую военную премию, да, со стороны Сирии, и то, о чем ты сейчас говорил, это действительно так совпали звезды просто-напросто? Ну вот вчера, вот мы вчера как раз видели вот этот всплеск цен на нефть после новости о том, что якобы были пущены ракеты, потом это все опровергли, вот. Но всплеск был, и что удивительно, на этом всплеске и падал и рубль, и падали в фондовые рынки. То есть это вот как раз, ну вот те, кто делали ставку на сужение спреда, к примеру, между РТС и нефтью, потому что у нас сегодня РТС, индекс сильно недооценен относительно исторических уровней нефти, да, и многие делали ставку на сужение спреда. Это вот ответ тем, что нельзя делать контр-ставки в разных активах. То есть, например, сырье и акции, это активы разного уровня, и они могут двигаться в разные стороны очень долго. Хотя логика в этом есть все же, да? Логика есть, да. Мы сейчас связывали стоимость цен на нефть и активность российского рынка, но ведь сейчас не те времена, видимо, да, падает отечественный рынок и высокие цены на нефть. Ну, падает не только рубль, а сырьевые активы, да, по всему фронту падают, и рубль не самую худшую динамику показывает, он где-то в середине, вот, между всеми валютами, если там строить график. Ну, с одной стороны, это позитивно, мы говорим об этом, но с другой стороны, он в любом случае наверняка будет догонять своих, да? Ну, мне кажется, людям надо было как-то готовиться уже продолжительное время, и очевидно было, что надо иметь долларовые активы и минимизировать долларовые пассивы, то есть ни в коем случае. И именно инвестировать сегодня интересно вот в те акции, у которых большие долларовые активы и минимизированные долларовые пассивы. Ну, мы об этом чуть позже, если можно, подробнее поговорим. Григорий, твой взгляд на ситуацию в Сирии, собственно, она сейчас, видимо, основной. Да, на мой взгляд, то, что мы наблюдаем в нефти, это вовсе не про Сирию. Не про Сирию. Не про Сирию, это действительно сейчас получает больше всего внимание в прессе и у инвесторов, когда говорится о нефти. На самом деле, Сирия, как производитель нефти, весьма незначительно в общем мировом масштабе. Где-то две десятых от общем мирового добычи нефти приходится на Сирию. К тому же, в прошлом году уже в два раза сократилась добыча в стране. И, как мы видим, все равно другие факторы влияют на цену на нефть. Все-таки, то, что происходит в Сирии, нужно рассматривать в рамках вообще геополитической ситуации в регионе, на которую, в свою очередь, уже действительно приходится существенные объемы добычи нефти. То есть, где-то треть добычи нефти приходится на Ближний Восток, и дестабилизация грозит, возможно, срывом поставок. Я понял. Спасибо огромное. Сейчас мы прервемся. У нас новости, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Виталий Крюков, аналитик институтного финансового дома «Капитал», и Григорий Бирк, содиректор аналитического отдела «Инвесткафе». Мы обсуждаем сегодня ситуацию на сырьевых площадках, прежде всего о ценах на нефть, мы говорим. Ну и все-таки в призме, видимо, ситуации событий на Ближнем Востоке, и прежде всего о событиях вокруг Сирии. Григорий, если можно продолжить свою мысль, то ты все-таки не считаешь, что сейчас высокие цены на нефть – это исключительно «заслуга» напряженности вокруг Сирии. Сирия – лишь часть этих причин. Да, на мой взгляд, это лишь часть, на мой взгляд, гораздо важнее сокращение производства нефти в Ливии и продолжающая нестабильная ситуация в Египте, где находится Суэцкий канал и нефтепровод Суэц и Средиземное море, которые, на мой взгляд, гораздо более важны в плане динамики цен на нефть. То есть именно опасение того, что в конфликт вяжется еще и Иран, и США будет вынуждена вести какие-то затяжные бои, будет разрушена инфраструктура в регионе, если Иран вяжется там в Армузский пролив, ну и пошло-поехало. Но если говорить о фундаментальных факторах спроса и предложения, то на самом деле наблюдается некое превышение предложения над спросом. Да, действительно, страны ОПЕК будут снижать производство, но в то же самое время Канада, США будут увеличивать производство, и это уже влияет, в принципе, на рынок, на мировой рынок нефти. То есть те объемы, которые раньше поставлялись в Северную Америку, теперь поступают на рынки Европы и на рынки АТР. То есть Северная Америка, условно говоря, сама справляется уже сейчас, да, соответственно, эти объемы пошли в Европу, ну и таким образом, да, конфигурацию... Ну это если говорить о том, о российской, о позициях российских компаний, что для нас важнее. То есть вот то, что США наращивает собственное производство, и то, что в дальнейшем планируется увеличение нефти в Северной Америке, подразумевает, что регион будет самодостаточным. Да, да, да. И конкуренция за традиционные рынки России, то есть Европы и АТР, вырастет. Но это к вопросу о том, выигрывают ли российские компании от того, что происходит. Но это, опять же, не затрагивая вопрос того, насколько могут быть высокими цены на нефть, до того, как включится фактор замедления темпов роста мировой экономики и замедления спроса на нефть. Насколько высокими и как долго они могут быть, да, что важно, высокие. Но вопрос хороший, кстати, российские компании выиграют от этой ситуации или нет? Ну вот по этому поводу могу добавить, что, конечно, для российских компаний более важен фактор снижения предложения нефти из Ливии, падение экспорта, потому что Ливия обеспечивала большую долю предложения на европейском рынке именно низкостернистой нефти. Это предложение, ну и Нигерия тоже там были, вот, предложение низкостернистой нефти очень сильно упало, поэтому у местных НПЗ, там, к примеру, в Италии очень большие проблемы сегодня, и маржинальность перерабатывающего бизнеса уже ушла в минус, то есть она и не вылезала, по сути, оттуда, то есть там немножко поднимала голову, вот, но вновь вот это снижение поставок из Ливии вновь убило привлекательность переработки нефти, и, конечно же, это стимулирует спрос на Юрлс, на наш сорт нефти, но у нас свои особенности. Мы теперь решили больше нефти поставлять на свои нефтеперерабатывающие заводы, поэтому у нас предложение нефти тоже ограничено, это поддерживает очень сильно спреды между Юрлс и Брентом, да, в частности, и также очень сильно стимулирует спрос на нашу нефть в СТО, в азиатском регионе, где спреды к дубайской нефти тоже на максимуме сегодня. А чем обусловлено вот это решение, что теперь мы, прежде всего, наполняем свои нефтеперераты? Ну, банально, это просто более выгодно, то есть причина банальная. То есть наши нефтяники больше на внутреннем рынке имеют возможность заработать, нежели... Ну, они могут перерабатывать, сейчас просто проходит очень масштабная программа модернизации НПЗ. Компании производят уже более качественное топливо, которое, в частности, дизельное топливо, которое они охотно отправляют на экспортные рынки, и это приносит им повышенную маржинальность относительно послужившей нефти. Ну, в принципе, мы об этом тоже долго договорились, давайте не будем просто сырье экспортировать, давайте мы как-то ближе к цивилизации, да, не будем просто лес валить, пардон, и продавать его, давайте из него табуреток наделаем, да, табуретки дороже будут. Ну, здесь, понимаете, капиталисту то, что выгодно делать, он будет делать. Ну, понятно. Ему выгодно поставлять сырье. Ну, то есть это конъюнктура такая, да, вот сейчас именно такая история. Ну, она всегда была, в принципе, то есть сегодня нет какого-то уникального такого кейса, да, который бы, вот, но... Во все времена, да? И опять же остаются сложности с налогами, потому что непонятно все-таки, что будет после 2015 года у нас, потому что были планы по выравниванию пошлин на нефть и мазут, но я так понимаю, что они уже благополучно канули в лето, вот, и вряд ли этого будет, какая будет... Ну, до 2015 года время есть, может быть, вернемся. Потому что государство видит, что компании имеют повышенную маржинальность на рынке нефтепродуктов, вот, поэтому, учитывая проблемы с бюджетом, наверное, там на горизонте двух-трех лет будет искушение немножко ужать маржу, а это уже может стимулировать поставки сырой нефти. То есть мы в любом случае выигрываем от тех событий, которые сегодня происходят в Ливии, там, Сирии, да, ну, с точки зрения тех денежных потоков, которые приходятся на наш бизнес. То есть акции могут падать, но денежные потоки, они остаются на очень высоком уровне. И учитывая высокие цены, да, еще и на сырье. Да, и высокие цены. То есть это и многие компании трансформируют эти денежные потоки в дивидендные выплаты своим акционерам. Поэтому акционеры могут участвовать в этом. Они могут, к примеру, не видеть сегодня роста акций, но ожидать, что по итогам года дивиденд-илд будет там просто 10. Хочется напомнить все-таки, да, что изначально идея инвестировать в фондовый рынок, она все-таки была заточена на то, что я делюсь, да, с компанией своими деньгами, она делится со мной своей прибылью, да. Потом уже пришла идея зарабатывать на разнице стоимости активов, потому что они, оказывается, да, имеют обыкновение меняться в цене, а еще и через какое-то время пришла идея, а можно и на падении заработать, а для этого давай привлечь, ну и так далее, да. То есть классическая идея именно такая, и хорошо, что она возвращается. Да, сегодня у людей есть выбор, куда вкладывать свои деньги, и не обязательно эти безумные триллионы отдавать банкам, которые потом на этих деньгах, они покупают те же самые долларовые активы, получают на этом рекордные прибыли свои, вот. А люди отдают там процентов 10 на депозит, и при этом, если человек тратит эти деньги в долларах, он по сути теряет вот эти 10 процентов, потому что как бы упал рубль, и это падение съело тот процент, который получен по депозиту. А многие люди сегодня путешествуют, и, конечно, траты у многих в долларах. Поэтому это проблема, и людям надо именно инвестировать в активы, которые обеспечивают им высокую прибыльность. Ну, если... Или как минимум защищают, да, того, что... Если, позвольте, продолжим мысль, Виталий, наверное, про конкретные компании, которые, может быть, выиграют от высоких цен на нефть, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Про то, что производство нефтепродуктов и их реализация в России выгоднее для российских нефтяных компаний звучит практически на каждом конференц-звонке нефтяной компанией, у которой есть перерабатывающие активы. В то же самое время у ряда российских компаний есть перерабатывающие активы в Европе. Это Лукойл, в Италии есть НПЗ, или Газпромнефть, у которой на Балканах есть НПЗ. И, на мой взгляд, вот эти компании, которые все-таки имеют нефтепрерабатывающие активы и могут позволять себе иметь положительную маржу переработки за счет экспорта нефти из России и затем реализации через собственную сеть, в принципе, должны выиграть от высоких цен на нефть. В то же самое время укрепление рубля, которое происходит при росте, часто происходит при росте цен на нефть, наверное, негативное прежде всего для Сургутнефтегаза, которых 80% денежной вот этой подушки лежит на долларовых депозитах. И тут в этой компании вообще операционные показатели не столь важны, как динамика курса рубля. Ну, кстати, сегодня мы говорили, что он хуже рынка, да, при том, при всем, что происходит, он хуже рынка. Но рубль пока падает, поэтому... Ну, сегодня в моменте, вот я тебе говорю, он укрепляется все-таки сегодня, да, и Сургут нефтегаза. И Сургут падает на патцентр. А Преф падает. Да, именно Преф, да. Так, хорошо, ну, если можно все-таки, да, Григорий, давайте вернемся к событиям в Сирии. Я понял, что напрямую все, что там происходит, да, не является причиной высоких цен на нефть, но как бы вот вкупе, да, весь этот самый регион, да, он завязан на достаточно серьезных поставках, в данном случае дефиците поставок, ну и все остальное вполне логично выстраивается. Если поговорить все-таки о сценарии развития событий, вспоминаем мы, да, то, что господин Обама принимает решение, потом, значит, уходит в кусты, говорит, ребята, давайте я... Хотя имеет такую возможность, да, он же главнокомандующий, он может шашкой взмахнуть на голову и вперед. Он говорит, давайте все-таки я подожду своих товарищей, у них сейчас каникул, они с каникул придут 9-го числа, и, соответственно, пусть на себя берут такую, да, такую ответственность. Хотя уже вчера, сегодня пишут, что конгрессмены все, причем и демократы, и республиканцы. Да. Ура, ура, давайте вперед. Вот сценарий какой, Григорий, на твой взгляд? Ну, все-таки ситуация, политическая ситуация в США довольно сложная, тот же потолок госдолга, секвестр и так далее. Все эти проблемы, наверное, наслаиваются одна на другую, и, возможно, Обама использует этот момент для того, чтобы объединить и привлечь какую-то поддержку со стороны оппозиции. Так. То есть решение, естественно... То есть какая-то национальная, если можно так сказать, в кавычках, да, такая спекулятивная идея, которая всех нас объединит, и мы, собственно, из внутренних проблем... Тогда удастся решить, может быть, и какие-то другие вопросы. То есть будет голосование, на мой взгляд, все-таки будет какое-то принято решение о том, что о недопущении использования химического оружия и так далее. Несмотря на то, что конфликт в Сирии продолжается уже довольно долго, и происходило много всего разного, но вот к этому почему-то жестко отнеслись, и, скорее всего, будет эскалация какая-то... То есть участие по-любому будет, да, что называется? Вопрос в том, насколько глубокое участие... Скорее всего, мы увидим воздушные удары, но, опять же, я не военный аналитик, но это, если смотреть, как развивались события в Ливии, скорее всего, с этого все и начнется. Виталий? Ну, вот как раз мы видели сегодня рост стоимости нефти на том, что якобы там, ну, даже, может быть, не якобы, а есть договоренности с представителями из двух партий, ключевых партий. А почему, кстати, извини, пожалуйста, а почему все же, ну, явная, опять, возможность, да, немножко поторговаться, да, республиканцы, значит, могут все-таки в позу встать и говорить, ребята, ну, мы, конечно, могли бы дать согласие, но, извините, давайте у нас впереди... Ну, решения ООН нет. Сейчас прервемся еще, да, новости послушаем, но продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, в призме событий на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. Сегодня в студии Виталий Крюков, аналитик институтного финансового дома «Капитал» и Григорий Биркс, со-директор аналитического отдела «Инвесткафе». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Продолжим сейчас, да, собственно, наш диалог. Единственное, что хотел в очередной раз напомнить, ну, нелегко, и последние, да, какие-то там полгода, год, а может быть и больше, и так нелегко отечественному инвестору на отечественном фондовом, в частности, рынке. А тут еще и вот подобные события, ну, совсем уже выбивают почву из-под ног. Приходится искать какие-то, ну, совсем уже отдельные идеи, их не так много. Это уже требует какого-то супер-пупер-профессионализма, к сожалению. К сожалению. Хорошо, значит, об этом тоже чуть позже. Итак, Виталий, продолжим наш разговор по поводу... Ну, то, что касается интервенции в Сирию и там военных действий относительно Сирии. Ну, так вот, извини, пожалуйста, да, почему бы не поторговаться действительно сейчас вот за преференции какие-то, да, известные там оппоненты, демократы, республиканцы, прошу про американцы. Ну, мне кажется, здесь Обама пытается заручиться поддержкой все-таки других стран, то есть помимо Франции это должен быть кто-то еще, кто поддержит эти военные действия. Ну, вот смотри, да, это будет не Германия, это будет не Британия. Германия, выборы, понятно, они отказались уже. Они пытаются привлечь на свою сторону сторонников, вот, и, конечно, обеспечить легитимность этих действий, учитывая то, что нет одобрения ООН, пока не доказано, что применялось химическое оружие. Якобы есть какие-то доказательства, но мало кто о них слышал. Ну, более того, Григорий вот за эфиром говорил о том, что, да, уже американцы кричат, размахивают руками, что все-все. А даже комиссия ООН, она еще не то, что там не обнародовала, она даже не выехала, по-моему. Ну, с другой стороны, комиссия ООН, там, решение ООН никогда не было препятствием для Соединенных Штатов. Так, но здесь ведь Сирия очень важный такой игрок на рынке, не только там, вот, то, что мы говорили, там, нефть, но и с точки зрения геополитики, ведь она нарушается сегодня на Ближнем Востоке баланс сил. То есть, мне кажется, вот эти военные действия, которые могут быть в Сирии, их причина в религии больше, то есть, в религии и экономике. Религия — это вот это противоборство между группами сунниты, шииты, да, и сторонниками, собственно. Долгое время в этом регионе был, ну, хрупкий, но баланс все-таки. Но сегодня мы видим, что Соединенные Штаты, там, и другие страны вмешиваются в этот баланс, нарушают его, склоняют чашу в одну сторону. И, конечно же, это вызывает ответные действия, и Иран может встать, там, на защиту Сирии. Вот, и я просто, это вот с точки зрения религии, но вот с точки зрения экономики, ведь Сирия тоже очень важный игрок, мог бы быть на рынке газа, к примеру. Потому что я напомню, что были договоренности между Ираном, Ираком и Сирией о строительстве мощного газопровода и строительстве СПГ-завода в Сирии. То есть, Иран мог бы через Сирию выйти на экспортные рынки со своим газом и перетянуть часть объемов и нефти, и газа, как бы, на себя. Вот, почему Турция против этого? Турция сегодня стала очень крупным транзитером нефти и газа. И мощные нефти и газопроводы проходят именно через Турцию. А в теории, в принципе, были переговоры, что Азербайджан мог бы поставлять свой газ через Сирию даже, не через Турцию. Вот, поэтому Турция тоже выгодна. Насколько переплетены там интересы, в буквальном смысле слова. Мне кажется, причины, они вот как раз в религии, экономике, по большому счету, лежат. Кстати, последнее сообщение о том, что месторождения газа были найдены. Как раз это может тоже сыграть свою роль, да. Ну, то есть, это каким-то дополнительным может быть. Дополнительным фактором, но он не определяющий. Но вот устойчивые связи Ирана с Сирией, видимо, есть желающие нарушить вот эти устойчивые связи. Безусловно, безусловно. Григорий, смотри, вот мы говорили о некой, ну, если не выгоде, да, то, по крайней мере, все же некой заинтересованности, я не знаю, российских компаний, да, вот, высоких ценах на нефть. Я, конечно, боюсь сказать, что заинтересованности, напряженности на Ближнем Востоке, но, как бы, понятно, что некие преференции получают. А позиция России в данной ситуации, на твой взгляд, вот она где, ну, если можно, там, на чьей стороне, да, и, а может быть, даже где-то посредине, все-таки, достаточно сложно, наверное, да, Россия сейчас свою позицию озвучит. Ну, последняя, последняя новость, которую я слышал на этот счет, Россия заявляла о том, что готова принять резолюцию ООН, в случае, даже если она будет подразумевать какое-то вмешательство. То есть, главное, чтобы для этого нужна, должна быть причина, явная причина. Не то, что, да, штаты сейчас озвучивают якобы, а вот есть подтверждение того, что это была действительно атака, и со стороны Дамаска она была направлена. Значит, да, ребята, так нельзя. Наверное, все-таки для России важнейшей стратегической целью является не допустить того, что Ближний Восток станет центром концентрации силы радикального исламизма. Это, в свою очередь, может внести дестабилизацию на мировой рынок нефти и газа, не говоря уже о политических отношениях нас с Западом и так далее. То есть, в принципе, вот это основная цель, то, что мы видим, что внешнее вмешательство зачастую приводит, наоборот, к дестабилизации ситуации, непредсказуемости, политической обстановке. А внешнее вмешательство? Внешнее вмешательство, то есть ООН или какие-то международные войска во внутренние дела Сирии. То есть, все-таки это предотвратить распространение радикального исламизма на важнейшем геополитическом центре, в принципе. Да, но парадокс в том, что Обама выступил на стороне оппозиции, а в свою очередь оппозицию поддерживают вот те самые силы, о которых говорили. Мы видели, что происходит в Ливии, это, к сожалению, обратный процесс произошел. Потому что после Ливии Мали произошло, а сейчас из Мали это может все перекинуться в Анголу уже, и там дальше по региону. Не исключено, что, что называется, штаты-то в обратку получают это дело. Да, в обратку получат. На Ливию, кстати, приходилось, по крайней мере, больше 10% всех поставок нефти в Европу. И то, что происходит сейчас, там отдельные фракции военных захватывают месторождение вышки для того, чтобы диктовать какие-то, получать политические выгоды для себя. То есть это вовсе не путь вперед, на мой взгляд. Но другое дело, что Соединенные Штаты, вот как уже было ранее сказано, все меньше и меньше зависит от поставок нефти из этого региона. Вот это уже интересный фактор, потому что развязки региона зависит больше от этого. То есть основной удар может быть как раз по Китаю, Индии, да. И Соединенные Штаты могут не так сильно потерять на этом всем деле. То есть это обстоятельство может быть, да, им как-то и руки-то и руки-то и развязываются. Непонятно, против кого это все делается. Может быть, это как раз против азиатских сильных государств. И валюты их падают сильно очень. Индийская рупия та же самая. То есть та формула, которую раньше все говорили о том, что США приходит, берет нефть и как бы невзирая на последствия, действительно сейчас это уже не важно, потому что, менее важно, потому что преследуются скорее политические цели, нежели чем конкретно экономические в плане поставок сырья. То есть действительно, раньше мы пытались объяснить, да, вмешаясь в Соединенные Штаты Америки, возможностью контролировать именно сырьевые какие-то запасы, ну, нефть прежде всего. А сейчас, ну, опять-таки вспоминаем, если Ирак наверняка, да, это как раз был такой пример. А сейчас американцы у них нефти-то. Поэтому Соединенные Штаты не очень не приветствуют то, что мы строим новые мощности в Азию, там, увеличиваем безопасность этого региона, потому что мы увеличим поставки нефти. И каждый год мы увеличиваем поставки нефти в регион. И это повышает, конечно, безопасность Китая, в частности, как главного игрока в Азии. И, конечно, это не на руку Соединенным Штатам. В данном случае, да, как бы конкурентоспособность уже стоит. Конкурентоспособность, да, да. И что интересно, это вовсе не выгодно сильнейшему стороннику США на Ближнем Востоке Саудовской Аравии. То есть получается, что уже складывается такое впечатление, что США сама по себе. И вообще, стоит ли им влиять на геополитическую ситуацию в регионе, последствия от которого будут больше распространены на Европу и Азию. Ну, влиять-то наверняка, да? Все-таки власть есть власть, влияние наверняка будет. Ну, Саудовская Аравия, Катар — это важный финансовый игрок в регионе, потому что обеспечивают и поддержку оппозиции в Сирии, и в Ираке. То есть в Иране, то есть в том же самом. То есть это главные спонсоры. Поэтому, конечно, Соединенным Штатам важно, чтобы с ними рядом были вот эти монархии все. И, может быть, отчасти поэтому поддерживается такая высокая цена нефти, чтобы обеспечить вот этот период революции в разных странах. То есть Штаты, получается, поддерживают через высокую стоимость нефти, поддерживают? А потом, когда эти страны уже не будут нужны Соединенным Штатам, нефть спокойно упадет, и аналитики будут говорить то же самое, что вот избыток предложения, знаете, там сланец. Определить рыночными обстоятельствами. В принципе, как я говорил, действительно, в следующем году ожидается переизбыток предложения над спросом в связи с замедлением темпа роста развивающихся стран. И в этой связи действительно давление скорее нисходящее. И, к слову, опять же о финансах. Не стоит забывать о спекулятивной составляющей в цене на нефть. И вот то все, что вы говорили про различные инструменты, все-таки это тоже влияет во времена повышенной волатильности, возможности заработать на каких-то резких движениях относительно больше. Естественно, больше спекулятивного капитала притекает в нефть, как именно финансовый инструмент. Сейчас, да, вот эти вот 117, 115, 113, там спекулянтов больше, да, чем реальных участников? Ну, или там относительно много их, да, чем картин, которая была некоторое время назад, видали? Ну, расследования уже по этому поводу были. Касались периода до вот этого кризиса финансового. То есть это касался периода 2008 года, и выяснилось, что основной объем рынка, например, по WTI, вот в тот период времени приходился на спекулянт. Основной объем. Да, основной объем позиций, которые были. Вот, и мне кажется, с тех времен вряд ли что-то сильно поменялось, но сегодня, наверное, вот принято решение о том, чтобы банки все-таки занимались своей профильной деятельностью и вышли из физических активов, из сырья. Вот, поэтому движение вперед есть, но это не говорит о том, что цены будут падать, это просто колебания, цены будут больше, и все. Ну да, как мы говорим в этом случае, Володя, кстати, вот этот пример с 2008 годом, да, он очень неопоказательный, потому что мы уже потом поняли, что там было, почему эти были там 147 долларов за бочку, вот, потом уже, и мне кажется, через несколько лет мы будем понимать, почему сегодня такая цена нефти. Ну, опять-таки, да, мы придем к этому пониманию все-таки через, да, через какой-то промежуток времени, реально сложно это ценить объективно. Ну, наверное, вот спекулятивная составляющая в цене на нефть важна, если рассматривать тезис о том, что рост цен на нефть приводит к замедлению мировой экономики, потому что были исследования, то, что цена высокая, но, тем не менее, и темпы роста экономики тоже были высокими. То есть это уже связка и понятие того, что если цена вырастет на 10 долларов, замедлится на 0,5%, мировая экономика уже не работает. Я понял. Еще раз новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть нашего эфира, сухой остаток на Финам.фм. Я напомню, сегодня мы обсуждаем вопросы ценообразования, да, так это обычно называют, ценообразования на сырьевых рынках, говорим о текущей динамике цен на нефть, ну, и, естественно, в призме событий на Ближнем Востоке. В студии сегодня Виталий Крюков, аналитик институционного финансового дома «Капитал» и Григорий Биркса, директор аналитического отдела «Инвесткафе». Продолжим наш эфир. Еще раз я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну, давайте чуть дальше посмотрим. На этой неделе начинаются, да, события под названием «Саммит Большой Двадцатки». Встречаться будут, да, высшие руководители стран. Виталий, на твой взгляд, да, будет же обсуждаться наверняка? Ну, прежде всего, может быть. Хотя в повестке дня, насколько я помню, этого вопроса нет. Говорят о том, что в кулуарах это наверняка будет обсуждаться. Вот что-то может произойти во взаимоотношениях двух президентов, да, что эта тема, ну, если уж не потеряет свою актуальность, то каким-то образом изменит. На мой взгляд, вряд ли отношения могут быть еще хуже, чем они сегодня. Поэтому, если уже не может быть хуже, есть вероятность того, что может быть лучше. Поэтому есть вероятность того, что реакция на рынки может быть положительной. То есть даже на падающей нефти. То есть как-то не парадоксально было бы. Ну, по поводу парадоксов-то мы каждый день говорим о том, что высокая нефть не дает возможности расти. Падающая нефть, может быть, даст возможность для отскока. Где-то я сегодня читал, да, что участники рынка сравнивают текущую динамику или текущую ситуацию на отечественном рынке с некой пружиной, которая вот уже вниз уже у нее нет возможности. Она ждет хоть какого-нибудь повода для того, чтобы, ну, чуть-чуть отскочить вверх. Потому что вариантов-то особо нет. Но эти разговоры на российском рынке ведутся уже довольно долго. О том, что супер дешевый и дальше уже некогда. Да, да, да. Иногда падает, иногда падает под влиянием каких-то внешних, вполне объективных причин, корпоративных событий, как было продемонстрировано с тем же Уралкалием, например. Да. Кстати, тема тоже актуальная. Давайте мы чуть позже к ней вернемся. У нас есть звонок, послушаем. Юрий, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Алло, Юрий, говорите, вы в эфире. Юрий нас не слышит почему-то. Ну, если у вас будет... Добрый день. Добрый, добрый, говорите. У меня вопросик. Я его два дня назад задавал. Тоже... Алло. Да, да, слушаем вас. Говорите, Юрий. Значит, хотел его повторить. Значит, о какой низкой или нулевой маржинальности у арабов 300 долларов за нефть идет речь. Хотел бы, чтобы ваши гости расшифровали. Напомню, значит, что я говорил два дня назад. Так. Я плотно работаю с одной дочерней структурой, одной желтой с подсолнухами, значит, компании нефтяной, которая торгует и бензином с подсолнухами, да. Вот они за полярным кругом добывают нефть, и после всех-всех-всех налогов там у них еще остается очень большая прибыль. То есть в наших условиях нефтяные компании чувствуют себя достаточно в шоколаде при такой цене на нефть и при наших налогах. И неужели вы людям сейчас рассказываете тут эти истории о том, что у арабов, где палку лоткни и бьет фонтан, маржинальность там в районе, соответственно, то есть не маржинальность, а нулевая маржинальность при текущей цене на нефть. По-моему, там какие-то единицы долларов в себе стоимость добычи нефти. Ну а откуда вот эта идея, что мы рассказываем о нулевой маржинальности? Ну вот, значит, в первой, по-моему, части, в конце, ваш один гость сказал о том, что вот в Ливии, в Сирии, так сказать, при текущей цене маржинальность стремится к нулю. По-моему, вот так вот. Нет, речь шла о европейских НПЗ, которые покупают нефть из Ливии. То есть вы хотите сказать, что при цене 100 долларов за баррель себестоимость производства всех этих бензинов, прочее, прочее, и всех остальных нефтепродуктов, после этого, после всех налогов у них там прибыли не остается, я правильно понял? Так и есть, потому что вот этот крэк-спред, это разница между стоимостью нефти и стоимостью корзины нефтепродуктов на выходе из нефтеперерабатывающего завода, она очень сильно сузилась. Падающий спрос на нефтепродукты, он не стимулирует рост цены, а в то время как стоимость нефти очень сильно выросла. — А вы как-то на какие-то источники ссылаетесь? — Я это рассчитываю сам. — То есть когда через некоторое время нефть, допустим, будет стоить 150 или, как некоторые тут ждут, не дождутся, 200, опять найдутся некие умные расчеты, которые будут говорить, что вот вроде и сейчас вроде бы. Ну, по вашей логике, получается, при 120 нефть невыгодно вообще нефть перерабатывать будет. — В Европе нет. И опять же, тут важно понимать стоимость реальной поставки, многие из которых происходят по долгосрочным контрактам с реальными формулами ценообразования и стоимостью нефти на финансовых рынках. Это во-первых. А если говорить, что да, действительно сейчас там у лучших, может быть, в лучшем случае у многих НПЗ в Европе рентабельность там меньше около 1% или меньше, то если вырастет еще существенно, нефть будет остаться на существенно высоком уровне, то мы опять увидим, возможно, консолидацию в секторе, приобретение перерабатывающих активов в Европе. И, в принципе, это мы уже наблюдали, российские компании активно приобретали НПЗ в Европе. — Именно потому, что они становятся нерентабельными, да, в этом случае? Ну, то есть, как бы, высокая цена на нефть, Юрий, вы с нами еще, да? — Да-да-да, я слышал. — Высокая цена на нефть, да, по факту не является, да, так сказать, причиной для высокой маржинальности именно нефтепереработки. То есть, изначально я вспомнил ваш звонок, несколько дней назад мы говорили все-таки, конечно, не о нефтепереработке, а мы говорили о себестоимости нефти, она копеечная, безусловно. — Я просто подключился сегодня как раз на той фразе. — А в Саудской Аравии, если я правильно помню, там 5 долларов за баррель, 3-5 долларов за баррель себестоимость добычи нефти. — Ну, как Юрий говорит, да, палку воткни и вот оно, только собирай. — Юрий, спасибо вам огромное. — Да, маленький еще под вопрос. — Скажите, вот на Кипре, например, я еду, там на заправке вот этим летом 1,35, да? В Германии там 1,65. Вот как-то хотелось бы понять, да, логика, где, как, кто там в убыток себе бензин производит, кто, что и как, так сказать. Или это все-то дело в налогообложении. — Спасибо, спасибо за вопрос, Виталий. — И вот это все очень индивидуально, это зависит от тех налогов, которые платятся в том или ином государстве. Потому что, ну вот, сегодня можно сказать, что самые высокие налоги в Греции, по-моему, вот, с точки зрения акцизов на топливо, в Италии высокие очень. Вот, поэтому, конечно, чем больше налоги, тем выше цена. И, конечно, еще многое зависит от условий поставки. То есть, если у поставщиков есть варианты, где взять этот нефтепродукт, там, бензин или дизельное топливо подешевле, по всяким причинам. То есть, причину ему он купит и будет продавать хотя бы с какой-то низкой маржинальностью, которая поддержит его штаны, там, на определенном уровне. Вот, и он протянет какой-то период времени, а потом, может быть, улучшится положение. — Я понял. Ну, хорошо, спасибо огромное, Юрий, вам еще раз, да, за ваш звонок. Ну, и вам, коллеги, за ответ на вопрос Юрия. Что же у нас осталось? Всего пять минуточек. Хотели мы обсудить ситуацию на российском рынке. В частности, я два слова, наверное, уже, да, только лишь успеем мы сказать по поводу динамики в паре доллар-рубль, да, что с рублем-то у нас. Ну, и два слова, может, по Уралкалию, а Григорий тоже, да, озвучим это дело. Виталий, итак, смотрите, не хочется опять вспоминать о парадоксальной ситуации, да, уже надо к этому привыкнуть. Это новая действительность, мы живем времена парадоксов. Так вот, сейчас высокая цена на нефть и укрепляющийся рубль и падение российского фонгового рынка. Все это наверняка такая уже, я бы так сказал, классическая российская корреляция. Российский борщ. Российский борщ, да. Мелко нарезали, да, все, и перемешали. С питанки добавили, вот, будьте любезны. Как жить дальше? Что будет с рублем, Виталий? Ну, мне кажется, здесь просто может быть какой-то отскок, то есть рубль может поддержку получить. Да, то есть, ну, у меня, в принципе, позиция не меняется, сколько я вот прихожу на эфир, у меня позиция та же самая. Надо иметь долларовые активы и минимизировать долларовые пассивы. Вот, долларовые активы желательно иметь, там, ну, в частности, в акциях, которые приносят стабильный дивидендный поток. Долларовый причем, да? В рублях. В рублях, ну, это будет дополнительный хедж просто. Вот. Идея, она остается та же самая. То есть, идея, что доллар будет стабильно или стабильно укрепляться, да, соответственно, в моменте может быть отскок какой-то. Ну, в моменте, естественно, да. То есть, и в этом случае мы говорим о том, что, о том, что, да, наиболее благоприятные инвестиции, это, естественно, доллары активы. А, кстати, помимо вот озвученных тобою акций, компаний, да, которые генерируют долларовый кэш, что это еще за доллары активы могут быть? Это долларовый депозит банки или просто это наличные зеленые? Ни в коем случае с банками не надо связываться. Ну, то есть, можно, конечно, связываться у всех свои объемы, там, инвестирование средств. Но, мне кажется, тот доход, который сегодня обеспечивают банки, они, мне кажется, на людях зарабатывают больше, чем им отдают. Это очевидный факт. И поэтому людям надо искать реальные активы, которые приносят живой денежный поток. Это могут быть реальные проекты, вот как у слушателя нашего. То есть, это может быть бизнес, да, который имеет стабильный поток. Вот, то есть, это могут быть какие-то вот новые проекты, да. Стартапы так называемые, да? А это может быть кэш-долларовый? Нет. Тоже нет, да? Только вот купить просто доллары? Нет. И положить. Ни в коем случае. Именно доход на вот эту долларовую подушку. Я понял. Спасибо. Григорий, ну, тебе я обращаюсь в последние минуты, к сожалению. Два слова буквально по Уралкалию. Что там ждать-то нам? Отскок вроде есть в акциях, может быть? Ну, в целом ситуация, которая должна произойти в перспективе, там, трех лет, это должна быть крайне положительная для Уралкалия. Все-таки производитель с самой низкой себестоимостью продукции в мире сможет за счет увеличения производства добиться расширения своей доли на мировом рынке. То есть, если у Уралкалия 60 долларов на тонну себестоимость, у Беларуськалия 100, а у многих канадских 200 или даже больше. То есть, в принципе, должна быть консолидация на рынке, и доля российской компании должна вырасти. С другой стороны, все, что произошло с компанией, конечно, сыграло злую шутку с российским фондовым рынком, в принципе. То есть, опять начали задавать вопросы про корпоративное управление. И непредсказуемость инвестиций в Россию, что, естественно, не есть хорошо. Ну, не есть хорошо, они добавляют уверенности инвестора. Ну, на твой взгляд, вообще ситуация разрулится в ближайшее время? Я не знаю про конкретные аспекты этой ситуации, разруляться ли они, но что касается Уралкалия как компании, на мой взгляд, стратегия была выбрана верно. И в конечном итоге будет положительно. Спасибо огромное, время закончилось. Итак, Виталий Крюков, Григорий Бирк, сегодня в сухом остатке. Спасибо за внимание, всего хорошего, успехов на рынке, до завтра.